Ну а теперь к ситуации на белорусско-польской границе. Она остается напряженной. Замерзшие и простуженные беженцы уже на грани отчаяния. Они терпят и продолжают ждать, что демократичная Европа откроет гуманитарный коридор. В некоторых интернет-ресурсах, телеграм-каналах, а также среди беженцев подобные слухи уже распространились в надежде, что уже сегодня получится пройти через польскую границу. Часть людей из лагеря начали собирать вещи, другие ближе подобрались к колючей проволоке. Однако подобные инфобросы, вероятно, не что иное, как провокация не со стороны польской пропаганды. Параллельно беженцам приходят СМС, мол, пускать их не собираются. Пытаться пересечь рубеж не стоит рисковать. Против пары тысяч безоружных мигрантов польская сторона сконцентрировала на границе 4 тысячи пограничников, 2 тысячи полицейских и, внимание, 15 тысяч солдат. Военную активность на наших рубежах наращивают и другие режимы. В минувшие выходные в Латвии начались масштабные учения. Задействованы более 3 тысяч человек. Учения продлятся почти месяц. Что происходит на границе с Польшей в режиме нон-стоп? Следят сразу несколько наших съемочных групп. С последними новостями из лагеря. Беженцев Андрей Сыч. Здравствуйте, коллеги. Количество людей в лагере постоянно растет. Буквально за несколько дней протяженность лагеря выросла на 150 метров. С таким темпом роста, если люди сегодня не смогут пойти через гуманитарный коридор в Германию, продолжительность лагеря составит приблизительно километр уже к концу этой недели. Места действительно не хватает. Люди уже ставят свои палатки вплотную к колючей проволоке. И на сегодняшний день буквально благодаря случайности никто не пострадал, выходя из этих палаток и не поранился о колючую проволоку. Лагерь живет своей размеренной жизнью. Все занимаются абсолютно разными делами. Кто-то вот стоит в очереди, например, за водой, а кто-то вот как эти ребята собирают свою палатку. Многие из людей уже сложили свои вещи, упаковали все и стоят в ожидании того самого гуманитарного коридора, который мы обещали предоставить в понедельник. Мы все изначально хотели пройти в Германию, но сейчас нам уже все равно. Лишь бы попасть в Европу, мы просто хотим пройти дальше. Как мы и говорили, многие люди собирают уже вещи. Вот мама с маленьким детенком взяла его на плечо, собраны сумки. Люди в надежде перейти польскую границу и выдвинуться в сторону Германии по гуманитарному коридору. Андрей Сыч, Алексей Правдиков. С места событий агентства теленовостей. И я пошла обе на плечо. Продолжение следует. Продолжение следует...